Приветствую вас, Дарья. Я думаю, что для начала вам надо поопределить всем, что вы хотите. Потому что вы видите определенную проблематику. Вы видите определенную проблематику у вас присутствует. Определенная проблематика достаточно сильная, достаточно серьезная. В том смысле, что вам постоянно нужно мужское внимание. И в том смысле, что вы достаточно сильно нуждаетесь в мужское внимание. Соответственно, вы можете эту проблему как-то решить. Например, поработав с психологом и решив эту проблематику, эту проблему, эту трудность вы можете. Вот. Вы можете как-то подойти к этому вот с такой точки зрения. С точки зрения работы над собой, с точки зрения коррекции, значит, восприятия себя. А можете не подходить и можете продолжать, условно говоря, переживать по поводу того, что человек может вас, условно говоря, бросить и, условно, сами не быть. Дальше. Тот факт, что у вас не было папы, безусловно, очень печально. Я думаю, что вряд ли вы будете отрицать тот факт, что нужно в любом случае как-то жить дальше. И нужно в любом случае не быть зависимой из-за того, что так сложилась ваша жизнь, что папы у вас не было. Опять же, необходимо выяснить лично вашу связь между тем, что у вас не было папы и тем, что вы ему даете во внимание. Мужчин всегда. Вот. Потому что, честно говоря, честно говоря, для меня это не выглядит таким очевидным, то, что если у вас не было папы, то вы обязательно нуждаетесь в внимании мужчин всегда. Вот. Ну, опять же, просто потому что эти вещи, безусловно, могут быть связанными между собой и они, как правило, связаны между собой. Это правда. Но их связь, связана между собой этих вещей, на мой взгляд, должна быть, ну, как-то вот вами определена более конкретно. Да? То есть, вот. Ну, непосредственно вам должна быть определена эта связь. А сейчас это больше похоже на то, что вы просто увидели, что такая связь, грубо говоря, бывает. Вот. Вот. И все. И в этом видите причину, в этом видите свои трудности. Хотя на самом деле, на самом деле, не факт, совершенно не факт, что в этом ваша проблема. Вот то, что у вас есть определенный страх будет брошена, это да. Ну, вопрос, связано ли это с тем, что у вас не было, только в том случае, если факт его отсутствия вам и не принят, только в том случае, если факт его отсутствия вам и воспринимается достаточно негативно. Вот. Только в этом случае, я думаю, что действительно вы можете воспринимать себя, ну, как ту, кого могут бросить. Дальше. Не знаю, как не быть, были тяжелые моменты в отношениях с парнем и кого-то, что не любят потерять интересы. В этом роде, а потом его как будто подменили, начал разговаривать, снова со мной общаться, золотые внимания. Оно у меня чувствует, что при любую удобную возможность он меня бросит. Ну, по сути, здесь вы говорите про свою самооценку. Свою. И самооценку, вот, к сожалению, достаточно невысокую. Ну, потому что, считайте, что мужчина может вас бросить при любом удобном случае, то, что вы действия мужчины сами по себе воспринимаете как именно бросание вас, да, то есть не выбор там, к примеру, не выбор быть не с вами, да, допустим. Ну, в случае, например, если человек просто не хочет с вами быть, допустим, да, вот он просто, у него просто, ну, не хочется быть с вами, то есть у него просто немножечко, может быть, там, другие приоритеты, допустим, у него просто, может быть, он хочет чего-то другого, к примеру, да, вот. Я думаю, что выведусь, понимаете, достаточно негативно. То есть выведусь, понимаете, так, что мужчины вас обязательно бросают. Ну это достаточно хорошо говорит о вашей смартинке. И смартинка говорит к сожалению достаточно негативным ключом. Вот, к моим большим сожалению. Другой вопрос, откуда у вас такая смартинка, откуда и почему вы так к себе относитесь? Откуда и почему вы думаете о себе плохо и не уважаете себя? И так далее. Потому что вы же мужчина и его выбор тоже не уважаете. То есть вы лишаете его возможности например выйти с вами. А из отношений, вот, ну на такой, скажем, безболезненный админ. То есть вот так, чтобы можно было выйти из отношений с вами безболезненный, это вероятно не нормально для него. Я так плакал. для мужчин, вот. И вопрос, который вам, на мой взгляд, нужно себе задать. Это вот вопрос о том, почему собственно когда так происходит. вот, с чем это связано, тут ситуация. Вот, это очень такой важный момент для понимания. Дальше. Так, эм, я настолько к нему привязались, что мне тяжело растаться с мужчиной в армении для того, что у меня не было отца, мне всегда нужно мужское внимание, как быть. то, что вы говорите, что привязались к нему, да, вот, то, что вы привязались к нему, это в какой-то степени, наверное, тоже ваша потребность в нему, как вы, как вам кажется, то есть я думаю, что вы будете отрицать тот факт, что вы чего-то от мужчины хотите, что вам страдать мужчины нужно. И ваша привязка как человеку это как раз вот оно самое. проявление этой самой потребности вашей. Так, давайте в таком случае постараемся просто определить, что, что за потребность, о какой потребности здесь идет речь. И выявив эту самую потребность, вы могли бы, ну, решить твою проблему. Дальше. Так, мне всегда нужно мужское внимание. Но, опять же, смотрите, да-да. А вам нужно мужское внимание. Говорите вы. Я вас понимаю. Но, скажите, пожалуйста, мужское внимание вам нужно. Для чего? Вот, образно говоря, да, образно говоря, как вы себя чувствуете, или, может быть, правильно будет даже сказать, что меняется в вашем восприятии в себе, когда вы получаете мужское внимание. Что вам дает мужское внимание? Ощущение нужности, любви, чего-то еще. Что вам дает? Вот. Мне кажется, что понять данный аспект достаточно важно. чтобы вы оббавали себя отчетком, а, собственно, к чему же я стремлюсь. Да? Чего же я хочу? Вот. Чем я нуждаюсь? Так что то, что вы хотите внимания, мужское, что-то понятно. Но давайте постараемся ответить на вопрос, что стоит за этой, условно говоря, потребностью. Чего не хватает вам в себе, в том, что вы вот нуждаетесь в мужском и так далее. Может быть, опять же, что-то пытаетесь доказать. Может быть, пытаетесь, там, решить какой-то конфликт внутренний свой. Вот. Может быть, что-то еще. Но, правда заключается в том, что это нужно понять. Нужно это разобрать. Вот. И, соответственно, когда и как только вы данный момент разберете, я полагаю, что уже будет гораздо легче вам себя вот понять, гораздо легче будет себя увидеть, гораздо легче будет решить, что же вы хотите делать, собственно говоря. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Если. Притя если. Тут очень.